Анна Павловна, доброе утро. Кто является получателем страхового обеспечения? Доброе утро, Антали. Доброе утро, дорогие телезрители. Получателями страхового обеспечения являются у нас лица, получившие трудовое увечие, также профессиональные заболевания, связанные с непосредственными исполнениями их трудовых обязанностей. В соответствии с 125-м федеральным законом об обязательном социальном страховании несчастных случаев и производственных заболеваний. Способы и виды подачи заявлений на страховое обеспечение? Заявление может быть подано заявителем на непосредственно наличном приеме, почтовым переводом на бумажном носителе формы номер 3, предусмотренным федеральным законом 125. Также через многофункциональные центры, а также через электронный портал госуслуги, осуществляющий государственные и муниципальные услуги. Я хотела бы конкретно показать на примере, как можно подать заявление на компенсацию по возмещению лекарственных средств. Вход осуществляется посредством ввода логина, номер телефона, электронная почта, либо СНИЛ. Также вводим личный пароль, который присваивается при регистрации личного кабинета. Далее у нас пошагово идет услуги. Также у нас идет закладка органы власти. В органах власти мы находим ФССРФ. После этого открывается страничка у нас, в которой мы выбираем медицинская социально-профессиональная реабилитация. То есть это непосредственно страница предусмотрена для пострадавших на производстве трудовых увечьях, либо профессиональных заболеваниях. Выбираем электронные услуги. Окошко появится «Получить услугу». Нажимаем на кнопочку. Следующее. Нас портал переводит конкретно на форму заявления, подачи заявлений, на оплату лекарств. Сроки выполнения административных процедур по оказанию государственной услуги исчисляются в календарных днях. Срок принятия территориальным органам об оплате дополнительных расходов со дня подачи заявления исчисляется в количестве 10 календарных дней. Анна Павловна, спасибо за ответы.